Более восьми лет назад была принята большая областная программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За это время администрации Раменского района удалось обеспечить квартирами 88 девушек и молодых людей. Вот сегодня, в этом году, мы должны обеспечить жильем еще 16 детей. 16 детей на эти цели правительство Московской области выделяет более 45 миллионов. Это очень большая цифра. Это большая цифра. Если бы только один Раменский район принимал решение в обеспечении жильем детей, это было бы очень непросто. Но с учетом того, что правительство области здесь помогает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и, конечно же, глава Раменского муниципального района Владимир Федорович Демин. Судьба у этих ребят сложилась непростая. Поэтому для них свое жилье – это не просто квадратные метры, а важная составляющая новой взрослой жизни. Кров над головой дает им стартовую возможность построить свое будущее наилучшим образом. Найти высокооплачиваемую работу, обзавестись семьей. Жилье, предоставляемое молодым людям, хорошее. Как правило, эти квартиры находятся в новостройках. Квартиры все отделаны. С Светланой Анатольевной мы эти квартиры и жилищным управлением эти квартиры проверены на соответствующий действующим нормативам. Ребята эти квартиры посмотрели, так? Да. Они им понравились, так? Да. И сегодня вот торжественный момент вручения документов. В минувшую пятницу еще четверо младых людей в торжественной обстановке получили ключи от нового жилья. Поддержать их в такой волнительный момент пришли самые близкие люди. И смотря на то, что ребята еще совсем молоды, рассуждают они по-взрослому. У каждого в голове уже выстроен план своей дальнейшей жизни. Раменский, дом 9, квартира 64. Поздравляем. Поздравляем. Вот ключики. И вот цифрочек. Спасибо. Всего доброго. Для начала заселиться в квартиру, естественно, обставить ее мебелью, устроиться на работу. Эмоций много, переполняют. Ну, первый шок, потом, естественно, радость. Главное, была надежда, что все-таки это получится. А сейчас главное, надежда, управдать. Скорее всего, наверное, работать по специальности, так как я парикмахер. Тут и возможностей больше, и все-таки уже все-таки свои квартиры, свой дом будет легче. В кабинете Владимира Демина систематически собираются ребята этой категории. Уходят счастливые и окрыленные распахнувшимися перед ними возможностями. Конечно, есть еще и те, кто не дождался своего счастливого момента. Но районная администрация делает все возможное, чтобы этот день наступил как можно скорее. Ирина Зинченко и Павел Воронцов для программы Городские вести.